Опасные бродячие животные В Коряжме собака напала на 6-летнего ребенка, когда тот играл на детской площадке во дворе дома Захотелось сладенького? Воры украли из детского кафе, которое расположено в Александровском парке, сладости и газированные напитки Владельцы кафе ищут свидетелей преступления Гимн Победы Сегодня в Коряжме пел самый большой хор На площади Ленина горожане присоединились ко всероссийской акции и спели песню «День Победы» Об этом мы не только расскажем сегодня в программе В студии Алан Боблев, здравствуйте Начнем выпуск с происшествия В Коряжме бродячий пес напал на 6-летнего ребенка У мальчика перелом руки и прокусы мягких тканей Полицейские допоздна искали агрессивную собаку Только в час ночи ее смогли отловить и доставить в вольеры отдела полиции Сейчас разыскиваются владельцы собаки Все произошло во дворе на Архангельской, 27 Мама привела ребенка домой из детского сада Тот остался играть на детской площадке Это случилось в одно мгновение Огромный бело-рыжий пес напал на ребенка У мальчика два сильнейших укуса Мама сразу обратилась за медицинской помощью Врачи констатировали у ребенка перелом руки Стали искать собаку в прилегающем районе То есть опрашивают владельцев собак Кто видел, кто знает, кто отпускал собак В конечном итоге установили собаку На Глейхова, 18-я Заманили ее в подъезд И уже с участием сотрудников МЧС Обезвредили собаку и доставили к нам в служебную валию С собакой сложно было справиться даже взрослым Она кидалась, вела себя агрессивно Примечательно, что пес был в ошейнике Но вид у него был неухоженный Явно уже давно обитал на улице Сейчас полицейский выясняет, есть ли у него хозяин По результатам проверки будет принято решение С собакой тоже решается вопрос Если хозяин не найдется, то ее, естественно, перейдут в Котлас Как только в Коряжме была ликвидирована служба отлова Тема бродячих животных в городе стала стоять особо остро Особенно в сезон собачьих свадеб Стая животных пугает детей и взрослых Коряжемцев приходится обращаться в Котласскую ветстанцию Оценку этой ситуации дал глава города Валерий Елизов Нужно вовремя сигнализировать Чтобы вовремя был сигнал о том, что в таком месте появилась стая собака И прочее, мы будем очень немедленно реагировать на это все Сигнализируют куда? В администрацию города, городское хозяйство В конце концов есть служба спасения Там полосуточный дежурный сидит То есть они могут переадресовать? Конечно, мы найдем куда-то переадресовать И как потребовать на ведение порядка Как только вы увидите агрессивно настроенных собак Обращайтесь либо в приемную администрацию города Либо в службу отлова Котласской ветстанции По телефону 8 921 071 58 92 Стоит обратиться и к хозяевам, которые выпускают собак На самовыгул Такие животные представляют реальную опасность Если что случится, то ответственность ляжет на заводчика На улицах города мы спросили у прохожих Как решить проблему бродячих животных Коряжемцы предложили свои варианты Наш Блицопрос Наверное, нужно создавать приюты животных Их тоже жалко, бездомные, выброшенные Отлавливать, наверное Сдавать какие-то, как сказать Специальные приюты, да И в этом уже раздавать, наверное, их может быть в добрые руки Если хозяин заводит собаку То, скорее всего, он должен о нем заботиться Потому что это его питомец Он его взял, маленьким еще Поэтому люди должны относиться к этому человечнее, мне кажется Я не знаю, но я один раз попала так плохо Что окружили меня, и я стояла вот так Ну, потом там мужчины шли, так вот, гнали А я не знаю, как У меня нет такого бродячих Не знаю, забирать, стерилизовать Не, не стерилизовать Зачем стерилизовать-то? Обучать, надо создавать Армейскую школу Сават И нового Создать приюты Корректор, да? Я не знаю Нам не нравится, конечно, это Вот у нас это внучка Так я все время беспокоюсь это за нее Так какие-то меры надо принимать все-таки Потому что Это все до поры до времени Вот Это с каждым может случиться Продолжим выпуск Сладости, газированные напитки и 6 тысяч рублей Вынесли воры из кафе «Мультяшки», которая находится в Александровском парке Кражу обнаружили сотрудники кафе, пришедшие на работу утром Обстоятельства инцидента выясняли Роман Постников и Вадим Бабенко Кафе «Мультяшки» пользуется популярностью у детей Спрос на сладости был особенно высок в выходной день 1 мая В суете кто-то из сотрудников кафе, видимо, не закрыл окно Через которое и проникли злоумышленники Вот, видимо, не доглядели наши продавцы Когда уходя, закрывая дверь, они не проверили, чтобы окна были закрыты на щеколду 1 мая был довольно жаркий день Видимо, окна открывались И когда уходили, не убедились в том, что они захлопнуты прочно Впрочем, улов злоумышленников оказался весьма скромным Это деньги в кассе Порядка 6 тысяч рублей Несколько бутылок газированной воды и сладостей Обидно, признает Татьяна Но зато интерьер кафе остался в целости и сохранности Мы уверены, что это дети Потому что из продуктов взяли все самое вкусное, самое сладкое Конфетки, напитки газированные Ничего серьезного из кафе, слава богу, не унесли У нас телевизор, например, есть Тут инструмент строительный Были бы взрослые люди Я думаю, что они бы покусились на что-то дорогостоящее Предпринимателю, который установил надувные батуты по соседству, повезло меньше Хулиганы их порезали Казалось бы, территория Александровского парка находится в центре города Ограждена и к тому же за порядком здесь следит сторож Но злоумышленников это не остановило Территория охраняемая, но мы ответственности вот сзади от рациона Мы не несем как таковой А у нас такая территория Я пока с одного угла парка бегу в другой Иногда мы, конечно, обращаемся к силовым структурам Что вы приедете, пожалуйста, вот там безобразие какое-то есть Очевидно, заботиться о безопасности своего бизнеса предпринимателям надо самим К слову, на одном из аттракционов уже стоят камеры наблюдения И дежурит свой сторож Что касается кафе «Мультяшки», то его директор Татьяна Масалкина Написала заявление в полицию и обращается к гражданам, которые могли быть свидетелями данного инцидента за помощью Уважаемые горожане, если вы были свидетелями ночного происшествия Или видели подозрительные группы детей и подростков в вечернее ночное время с 1 на 2 мая А также владеете какой бы то ни было другой полезной для нас и для следствия информации Мы вас убедительно просим, пожалуйста, помогите следствию Коряжма присоединилась к всероссийской акции «День Победы» На площади имени Ленина собрался самый большой хор города Школьники, студенты, представители учреждений и предприятий Исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова Ставшую гимном Победы в Великой Отечественной войне К 13 часам на главную городскую площадь подтянулись колонны Школьники, студенты, представители администрации города, учреждений и предприятий Мы все собрались здесь, чтобы отдать дань памяти суровым годам Великой Победе и настоящим героям Главное условие участия в акции – знать слова песни «День Победы» Организаторы напечатали их на флажках с юбилейной символикой Некоторые участники готовили праздничную атрибутику специальных мероприятий Вначале небольшая репетиция старта акции дал глава города Валерий Елизов Вечная память павшим героям и вечная слава живым Сегодня вся страна поет гимн Победы И Коряжма сегодня тоже поет гимн Победы На сцене городской площади гимн Победы запели руководители и солисты вокальных коллективов культурно-досугого центра Песню «День Победы» тут же подхватила вся площадь Песня «День Победы» Зародилась эта всероссийская акция в прошлом году в Ростове-на-Дону В год 70-летия Великой Победы к ней присоединились сотни российских городов Коряжма не стала исключением В очередной раз большой хор нашего города споет на праздновании 9 мая Коряжма, как и в прошлый год, споет песню «Катюша» Тем самым присоединиться к общероссийской акции «Поет страна огромная» Эфир продолжит специальный проект телеканала «Голос Победы» Школьники проникновенно читают стихи о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны Мусса Джалиль Варварство Они с детьми погнали матерей И яму рыть заставили А сами Они стояли Кучка дикарей И хриплыми смеялись голосами У края бездны выстроили в ряд Бессильных женщин Худеньких ребят Пришел хмельной майор И медными глазами окинул обреченных Мутный дождь гудел в листе соседних рощ И на полях одетым глою И тучи опустились над землею друг друга бешенством гоня Нет Этого я не забуду днем Я не забуду никогда Во веки Я видел Плакали как дети реки И в ярости рыдала мать земля Своими видел я глазами Как солнце скорбное Омытое слезами Сквозь тучи вышло на поля В последний раз детей пословала В последний раз Шумел осенний лес Казалось, что сейчас он обезумел Гневно бушевала его листва Сгущалась мгла вокруг Я слышал Мощный дуб свалился вдруг Он падал, издавая вздох тяжелый Детей внезапно охватил испуг Прижались к матерям, цепляясь за подолы И выстрелом раздался резкий звук Прервав проклятие Что вырвалось у женщины одной Ребенок Мальчуган больной Головку спрятал в складках платья Еще не старой женщины Она смотрела ужаса полна Как? Как не лишиться ей рассудка? Все понял? Понял все, малютка? Спрячь, мамочка, меня Не надо умирать Он плачет И как лист держать не может дрожи Дитя, что ей всего дороже Нагнувшись, подняла двумя руками мать Прижала к сердцу Против дула прямо Я, мама, жить хочу Не надо, мама Пусти меня, пусти Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок И страшен плач И голос тонок И сердце он вонзается, как нож Не бойся, мальчик мой Сейчас вздохнешь ты вольно Закрой глаза Но голову не прячь Чтобы тебя живым не закопал палач Терпи, с ног, терпи Сейчас не будет больно И он закрыл глаза И залила кровь По шее красной ленты извиваясь Две жизни на земь падают Сливаясь Две жизни И одна любовь Гром грянул Ветер свистнул в тучах Заплакала земля В тоске глухой О, сколько слез Горячих и горючих Земля моя, скажи мне Что с тобой? Ты часто горе видела, людское Ты миллионы лет Свела для нас Но испытала ты хотя бы раз Такой позор И варварство такое Страна моя Враги тебе грозят Но выше подними Великой правды знамя Омой его земли Кровавыми слезами И пусть его лучи пронзят Пусть уничтожат Беспощадно Тех варваров Тех дикарей Что кровь детей Глотают жадно Кровь Наших матерей К теме празднования дня Великой Победы Мы сегодня еще вернемся А пока рекламный блок Он пролетит незаметно Не переключайтесь Товар недели В гипермаркетах Магнит Холодный чай Липтон 42,90 Магнит Всегда низкие цены Устали переплачивать За мебель? Диван диванов Просто Здесь дешевле Мы снова в эфире Выпуск продолжит Региональные новости Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Подписал указ о введении Особого противопожарного режима В лесах региона Указ вступил в силу С 1 мая На период действия Особого противопожарного режима Установлены дополнительные Требования пожарной безопасности Которые обязаны соблюдать При посещении лесов Жители и гости региона Так в лесах запрещается Разводить костры Разжигать мангалы И пользоваться иными источниками Открытого огня На необорудованных площадках Кроме того Запрет касается Сжигания бытовых и промышленных отходов Выжигания травы На земельных участках Примыкающих к лесам Хозяйственным постройкам И сооружениям Использовать в зоне Лесных насаждений Автотранспорт С неисправной системой Питания двигателя Также запрещено Вернемся к новостям Нашего города Голь на выдумку хитра На Пушкина 6 Обокрали Мусорную площадку Кто-то открутил И прихватил с собой Два листа железа Видимо теперь Они красуются На чьей-нибудь даче Не знаю кто Как это все Успел Разжимать По-моему до праздника Все еще стояло Прохожих удивляет Человеческая наглость Как такое Кому-то могло прийти в голову На мусорной площадке Сейчас зияет Огромная дыра В ветреную погоду Мусор разносится По всей округе В том числе И на детскую площадку Да конечно плохо Что все сделали Так надо Хранить это все Но кто же додумался Украсть листы железа Жильцы близлежащих домов Начали замечать Что забор у контейнеров Стал редеть Еще накануне майских Ночь на 3 мая Листы здесь Были сняты Окончательно Наверное числа 30 По-моему Но было по чуть-чуть Было по чуть-чуть Да была одна половина Потом чуть-чуть Потом чуть-чуть А вы что снимаем Что ли За мусорными контейнерами В городе следит Муниципальное предприятие Полигон Там нам пояснили Что в майские праздники Контейнерная площадка Пострадала не только здесь У школы номер 4 Тоже скрутили Листы железа Если не найдется хулиган То восстанавливать площадку Придется работникам предприятия Если все же Виновника удастся обнаружить То ему грозит Административная ответственность И штраф Гораздо больше Чем стоит кусок железа Юбилей Великой Победы Мы продолжаем освещать Как коряжма Готовиться к этому празднику Очередная встреча прошла В совете ветеранов комбината Руководители Представители Картонно-бумажного производства Филиала группы Лемчествовали Бывших работников Ветераны Картонно-бумажного производства И производству Вискозной целлюлозы Всегда рады встрече С ныне работающими К комбинату Отданы многие Долгие годы Трудовой биографии Но сегодня Разговор не столько О ветеранах производства Как о тружениках тыла Великая Отечественная война Оставила свой глубокий след Не только на полях Сражений Также Внесли Большой вклад Труженики тыла Те, кто Ковали орудия победы Кто трудился Не покладая рук Это был тоже Своего рода фронт Только фронт Трудовой Тяжелый В знак уважения И признательности Производственники Преподнесли Ветеранам подарки Это они Своим самоотверженным Трудом в тылу Приближали победу В годы войны Также доблестно Трудились они И на производстве О чем с благодарностью Вспоминают их коллеги В подарок 70-летию Великой Победы Филиал группы ИЛЕМ Вручат участникам Великой Отечественной войны По телевизору Сегодня начальник Картонно-бумажного производства И представители Правкома Отправились домой К фронтовику Василию Семеновичу Харитонову Василий Семенович Харитонов 19 лет Отработал на производстве Вискозной целлюлозы Но на комбинате Помнят не только Его трудовые успехи Василий Семенович С 1943 по 1945 Служил на Белорусском фронте И в Заполярье Сегодня он принимал Поздравления и подарки От своих коллег В дни праздничных мероприятий 7 и 8 мая Площадь будет перекрыта Для транспорта Городские муниципальные перевозки Будут осуществляться По объездным маршрутам 4, 6, 8 мая С 13 до 20 часов И 7 мая С 20 до 21 часа Будет маршруты номер 5 и 6 Работать по объездным путям То есть будет перекрыта Только площадь Ленина К автомобилистам Просьба заранее В эти часы Продумывать свой маршрут движения Общественный транспорт По маршруту номер 5 Будет объезжать площадь Через улицу Кирова Шестой маршрут Сворачивать на Лермонтово А 9 мая С 8.30 до 11 часов В связи с проведением Праздничных мероприятий Движение для автобусов Будет вообще прекращено Эфир продолжит проект Помним, гордимся Когда началась Великая Отечественная война Александру Смирнову Шел 14 год Их мальчишек Отправили рыть окопы В Новгородской области Затем силы допризывников Пригодились на лесоповале И лесосплаве Повестку Александр Андреевич Получил в 1943 В учебке он начал осваивать Пулеметы и минометы А потом попал в разведку Не раз один на один Встречался с немцем Но, как говорит Чудом остался жив Бровичи у нас окапывали Вот, а Забежал немножко С окопов Этот И нас сразу забрали Этот военкомат До призывников До призывников На лесоповал А летом сплав Вот, и мы были три года На работе на этой Вот, а потом В лесу были Далеко от деревни Привезла Сельсовета Повестку В ночь Домой мы вернулись Это было пешком 10 с лишним километров Вот И Мать Запрыгла Лошадку И она Нас Отпомезла В район Ну и там Правда Этот Военкомат Работник Военкомата Некрасиво Так Мать Отправил Что Езжайте домой Он больше не вернется А я Вот до сих пор Пешком Это Буровичи На вокзал Потом Вагоны И На Ленинград Блокады На Ленинград Был Коридор Уже Пробит Это В районе Волхова Привезли В Ленинград Мы Троем Договорились Чтобы Будем Вместе Вот Ну а я Уже Метр Шестьдесят Восемь Меня Сразу В голову Колонны Вот В голову Колонны Поставили Вот Считали Одно Количество Там Сколько Им надо И Учебный Батальон Это Триста Восемьдесят Девятый Полк В Ленинграде На Малой Ухте Казармы Вон И я Стал пулеметчиком Уже Учить Пулеметы Минометы В 44-ом году Нас Решили На Кавельевский фронт Отправить И Мы должны были туда Перейти Но Вы Выстрелили Маршевую роту 240 Человека Нас Оказалось 242 И вот Ротный Фомин Был Капитан Вот так Походил Глазами Поводил И из строя Вывел Меня И еще Одного Назад Опять Это В запасном Патруже Их На ночь Отправили Пешком На Финляндию Вот Ну и Неудачно Прошли Дорогой Легли Отдыхать Ну Большой Привал Вот И их Финны Зарезали Финками Покололи Утром Уже Стало Известно Об этом Случае И Снова Нас 240 Человек Нас Уже Тут Повезли Вагонах Уже Пошли Догонять Немцев И Догоняли По Эстонии Восемь Суток Они Уходят На машинах А мы Их Взрывают Мосты Там Переправы Все А мы И главное Еще Трое Суток Нам Еще Ничего Питаться Не было Не кормили Потому что Не успевали Эти Фуражиты А потом А потом Нас Баржах Бросили на Остров Дагу Там Три Остромуху Дагу И Эзель На Остров Эзель Мне пришлось Повоевать Восемь суток Уже Непосредственно Непосредственно За это Время Нас Перевели Из Пехоты В Разведку Дивизионную Разведку Вот И Мы Это Уже Я Как Разведчик Был Нас Несколько Человек Было Пошли В Атаку Дорога Такая Вот И Там Немец А мы С этой Страны И Там Немного Было Наших Человек Десять Ну И мы Восемь Человек Разведчиков Подошли Как раз Вот И Офицеры Решили Освободим Эту Дорогу Ну И Мы Пошли На Ура Вот Я Как-то Все Немножко В сторонке Был Вот И Нам Сказали Что Там Впереди Нету Наших Вот Я Иду Смотрю Что Нету Наших А Нашей Палаш Палатки И Так На Корточках Я Сзади Подхожу Вот И Только Начали Стрелять Кругом И Он Развернулся И Прямо С Карабина В Меня Он Выстрелил Даже Мне Лицом Обошло Вот И Второй раз Я Упал За кочку Он Развернулся Опять Опять Выстрелил Но Трастирующей Пулей То есть Развернули Пулей Она В Кочку Подхнула На Которой Я Лежал Вот А И Взорвалась Вот Я Сообразил Так Вот Так Не Сообразил Ничего Вот У Меня Автомат Капитально За Не Стрелял В 45 Немец Капитализовал Нашу Разведку Сразу Послали На машинах Встречать Немцев Они Отступали Уже Плен А мы Забирали У них Оружие А Кончилась Война Это Салют Просто Стреляли Не Салют А Изо Всего Оружия Так Вот Мое Ощущение Этого Победы Партнер Метеопрогноза Магазин Диван Диванов Сейчас Коротко О погоде Устали Переплачивать За мебель Диван Диванов Просто Здесь Дешевле В четверг Ясный день Температура Воздуха До плюс 13 градусов Вечером До плюс 5 Ночью Ожидается Заморозок Атмосферное Давление 761 Мм Ртутного Столба Ветер Холодный Северный 1-2 Метра В секунду Магазин Диван Диванов Предлагает Разнообразие Стилей Форм И цветов Мебель От магазина Диван Диванов Это удобное Решение Практичные Материалы И устойчивые Конструкции Диван Диванов Коряжмина Ломонусова 10 Дипцина 6 Это все Новости Которые мы сегодня Хотели вам рассказать Я же прощаюсь с вами Увидимся завтра 11 мая В КДЦ На площади Ленина Продажа обуви Из натуральной кожи Производства города Кирова Большой выбор Мужской и женской обуви По доступным ценам Фабричное качество Принимаем обувь Ремонт Смена подошвы И полное обновление Низа обуви Приглашаем С 10 до 18 часов С 7 по 10 мая С 10 до 19 часов У магазина Парма Состоится продажа Саженцев Плодовых Ягодных Декоративных И цветочных культур С закрытой корневой системой Только северная сорта Малина, смородина, крышовник Жимлая, слабчатка И многое другое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова